И его имя Джон Си... Здоровщин ко всем! Как я и обещал, при получении веложелезок будут такие, как краткие распаковочки записывать. С Барнаула Гидра приехала. Ну, которая это, нулевые. Ну, якобы нулевые, 505-ые. Посмотрим. Опа-да. Барик такой. Ну, на 160 у меня таких, по-моему, 2. Безполезные куски металла, они не нужны. У меня же на 180. Там, надеюсь, стоят? Да, тут заглушки стоят. Бля, красава. О, да, у него ручки с хомутом. Это типа, как она называется технологией? Type или E-Type? Как-то, ну, короче, какой-то там Type. А, да, вот здесь. Здесь пин есть, его прожимаете и вот эта вот часть, она открывается. То есть можно, ну, не по рулю, так вот елозить, там снимать грибс и прочее. Вот эту дрисню с монетками, прям так. Тут даже фексатор резьбы родной. Такое ощущение, что их сняли с нового байка, да и все, и сразу же протали. Ну, качать, да, я так понял. Ну, это вот как мои вот эти вот прокачивались, 487-ые. Это здесь, в принципе, точно такие же калиперы, это абсолютно, что у меня были. Да. Хотя нет, они какие-то другие. Нет, калиперы реально другие. Немного другая, но геометрия. Да, они прям реально, ну, вот прямо, ну, вот с магазина. То есть вообще не царапинки, не юзанные абсолютно. Лучше самое. Даже какие-то пломбы вам стоят, на хрена. Такой вот комплект нулевых Диоров. Ну, и так, вы сейчас видели на такой коротенькой нарезочке, как я быстренько ручки перекинул. Я не парился, то, что они завоздушатся. Но они и так завоздушились, это насрать. Потому что все равно потом, в конце всей сборки же, когда будет вот эта вся настройка трансмиссии, там, вот этого всего дела, там. С Аликом мне этот набор приедет, я где-нибудь минералку куплю, ну, вот масло. Ну, а так я сейчас вот подкинул, мне чисто по длине нужно было посмотреть. Ну, да, в принципе, норм. А так-то без разницы, потому что вилка, она с рулем вращается здесь, ну, ничего, никуда не телепается. А вот задняя гидра здесь, да, потому что она крепится здесь, а руль уже вращается, соответственно, независимо от этой точки крепления. То есть, охуенчик все. То есть, такие ручки космические. Ну, пока, собственно, все. Заказал позавчера все-таки два обода. Очень долго шарился, выбирал там по ценникам. Ну, искал, чтобы цена одного обода не превышала двух кусков. Потому что, ну, блядь, куда там дороже-то? Ну, я, я там что, в какую-то профессиональную дисциплину, что ли, уруюсь? Полторашка, один обод. Их уже нет в наличии, потому что я два последних прямо купил, два крайних. Такие вот обода, он вроде бренд, такой, знаете, типа, ноу-нейм, но... Ремикс, Рокки-диск. Обычные такие прочные двухстенные обода, из тонирования, с отверстием под шредерский ниппель, что очень важно. Потому что я смотрел кучу других ободов, от фирмы Alex Rims. У них почти все вот обода под вело-ниппель Преста. То есть, это мне нужно было камеры другие покупать. А нахуй мне это нужно. Чешские обода, то есть, сделаны в Чехии. То есть, не Майден, там, подпольное отчаянное, да, какая-нибудь. Я его сейчас, ну, разбортирую, разспецую, ну, и покрышку стулкой уберу. Все, оба-то, в любом случае, я его, ну, блядь, за рублей 500 его скину. Это и нормас. Буду на связи. Давай. Здоровченко, всем в смысле. Вчера расспецывал передние колесико. Вот от него остатки, шмитки, спец, ниппеля. Решил в нее взять эти спец и собирать с основной колесики. Ну, блин, разумеется, на новых комплектухах. По идее, у меня реально будут полностью с основной колеса. Ну, в смысле, кастомные. Просто читается, как с основной. Смотрел на Алике, там, сколько спиц с ниппелями, там, стоит прочее. Ну, блин, я у себя в городе вот сейчас вот сгонял, часик назад купил. И оказалось, это все даже дешевле, чем на Алике. И при том, что это, ну, более-менее, ну, как бы бренды, а на Алике, там, ну, просто какой-то Китай. Тут 70 штук, длина 260 миллиметров. Какие-то там, рич, ричмен, какие-то спицы. Ну, то есть, ну, я бы не сказал, что они дешманские, но нормально, в принципе. Пасом взял, чтобы 6 штук в запасе было. И столько же взял, не пилей, 70 штук. Такие вот черные, 14 миллиметров длина. Ну, это все, понятно, это все на 14G, то есть, 2 миллиметра. А не пиля, какие-то пилеровские, не пиля, латуневые. Ну, блядь, решил не брать алюминиевые, потому что я, все-таки, бывает, ну, попадая в сырые условия, алюминиевые не пиля, они могут закисать. Единственный плюс алюминиевых не пилей, это то, что, типа, они легче. Но мне вообще, как-то, в принципе, срать наезд, поэтому я взял латуневые. Они надежные, не ржавеют, ну, и, в общем, заебок. О-о-о, здорово. Очередная посылочка с Алика. Они их так отправили, блин, я, я вроде бы все заказал в один день, но, так как у них там, блядь, какие-то праздники, постепенно, последовательно отправляли. Сейчас, я думаю, будет все это приходить. Тут что-то. А, ну, тут ротор, понятно. Да, авидовский на 180. Ну-ка, сейчас даже свой. Ага, вот справа мой. Одинаковые ротора. Ну, вот, теперь зато будет феншуй, все одинаковое. Огонь. А тут цепь, что ли? Что это такое? А, ну, цепь, нифига. Я ее, блядь, позже заказывал, она пришла раньше. Да, КМЦ-шная, оригинальная цепь, вон он, замок. Огонь у меня, у меня точно такая же, но на десятку. Ну, все. Буду на связи, давай. О-о-о, здоровченько всем, прямое включение. Да, этот ролик пишется с такой, с большой задержкой, прямо. Это уже далеко после отпуска, когда я там записывал различные распаковочки, там, проверочки вот этого железа. Это мне вот все пришло где-то, наверное, в течение недели. Я это все забирал. Ну, и давайте сейчас это все по-быстрому глянем, я расскажу, что как, что почем. Так, ну, я весь контент весь подвинул. Еще, блядь, тут немного где-то простудился. Теперь у меня такой низкий гнусявый голосок. Lover, under, Lover, brutal voice. Или как-то так. Так, вот, задняя втулочка приехала на ватэковской. Вот такая, кстати, они отличаются вот, вот это уже втулки из, из новой партии идут. То есть, она оригинальная, все, то есть, это не сраные какие-то наклейки, есть же, как-то, типа, подделки, да, вот этих вот, новотек. Хотя, что тут подделывать, если они и так, ну, в принципе, в Китае мутятся, но они убер-качественные, то есть, здесь все по-финшую. Здесь, он, серийник, есть вся херня. и здесь буковка С, это вот новые партии, а старые партии идут с буковкой К, вот здесь. У меня вот передняя, новотековская, у нее здесь К, то есть, ну, блядь, если чисто физически, то есть, отличий нуль, никаких абсолютно, что там, что там, в принципе, промо-до-промо, в передней два, в задней четыре, то есть, то есть, вот под крепление шестивболтовое ротора, эксцентрик здесь, вот родной, довольно, такой, кстати, неплохой, но опять же, я сюда лучше свой поставлю, который вудмановский, мне что, не нравится-то? Видите, вот он закрыт, вот он открыт, ну, чего вот это вот, задрочит, вот это вот, у вудмановских, вот он закрыт, вот он открыт, все, у него идет стопор, чисто на 90 градусов, вот, и это охуенно, то есть, вообще не надо париться, раз и все, закрыли, нет вот этого, дрочим назад, барабан здесь, кстати, алюминиевый, не пластиковый, ну, вот может быть, для кого-то это будет и минусом, ну, типа, как это, вес, и кассеты, типа, как, алюминиевые барабаны, быстрее сжирают, именно шлицы, вот эти, не знаю, мне так, в принципе, вообще, похуй, кассету один раз туда нацепил, пока вы ее не смените, то есть, пока не будет апгрейд, барабан здесь на трех собачках, крутится так, прямо, оно жестковато, но его нужно раскрутить, то есть, километров 150-200, это все обкатать, как я читал в комментах про эту втулку, что, типа, после 150-200 км, мол, накат у этой втулки практически бесконечно, проверим, грипсы эти приехали, которые заказывал, я, кстати, не помню, они у меня попали, нет, у меня они на обзор закупки-то, с Алика, по-моему, нет, это уже было все, после этого я заказывал, мне, что-то же подобное было, но я их продал, но я, я, по-моему, свои продал за 500, еще сверху 500 своих навалил, и за косарь взял вот эти вот, они полностью литые, то есть, у них рожок не цепляется, как в той вот версии грипсов, и здесь крепеж именно, и фиксация здесь из двух сторон, а в тех грипсах была, ну, одна фиксация, она была чисто где, ну, в районе рожка, здесь получается, у вас вот такой хомутик идет слева, вы его затягиваете, здесь под рожком затянули, и вот эту заглушку просто в руль вбиваете, то есть, ну, блин, прикольно, что они сделали, сделаны литыми, и у них двойная фиксация, то есть, прокручиваться под, под лютым там давлением кисти в руке, она, такая грипса не будет, ох, нихуя там какой, рафляный трючок убирает, две звезды этих пришли, эээ, это Дескос, или Дескос, Деккос, 36 на овал, и 34 на круг взял, ну, они, в принципе, там, по, по 553 вроде, одна звезда, то есть, вообще, их можно там килограммами брать, за такие копейки, не в сраном, пакетики все это отправляется, то есть, хотя бы какая-то, закос такой, кстати, под, упаковку от шамановских этих велоплюшек, вот эта круглая, на 34, под свой беседе взял, странно, 96 шамана, беседе, а есть, те, 94 плюс, те, 96, ну, то есть, видимо, там какие-то отверстия универсальные, X4B, ну, типа на 4-х бонках, ну, блядь, ну, да, сколько их там, хэ, смотрите, блин, будто кривая звезда, да, вот круглая, вот овальная, то есть, овал на 36, ну, да, так это футуристично выглядит, инопланетно, да, то есть, это, наверное, white звезды, узкий, широкий звук, ну, не знаю, какой здесь алюминий, но, по-моему, вроде как 70, что-то там, 65, или что-то такое, не знаю, там надо, блядь, налики смотреть, ну, короче, у них тут вон, линейка целых этих звезд, наверное, white-овских, под разные BCD, под трансмиссии от 7 до 12 скоростей, а, ну, вместе с втулкой еще пришла цепь, одновременно, я же заказывал уже у одного продавца и втулку, и цепь, но, я хрен знает, но это какой-то, наверное, бак, наверное, или мне просто, цепь заслали, но, как бы вот, кстати, цвет отличается, тональ, но у меня их две, потому что, ну, я физически заказывал, то есть, вот эту вот цепь, и втулку у одного продавца, чисто одной посылкой, мне это все пришло, вот в такой коробке, вот это вот, а вот эта вот, вторая цепь, вообще пришла отдельно, я просто помню там, четко помню, заказывал сначала отдельно, вот эту вот цепь, на 11, просто у другого продавца, заказ, однако, провисел неделю, мы с ним там, попереписывались, в чате с продавцом, но я через гоголь-переводчик, типа, как истинный американец, с ним наобщался, и пришли к выводу, что у него этих цепей, на складе нет, то есть он мне вернул бабки, все, то есть заказ был закрыт, но через какое-то время, мне эта цепь пришла, то есть, блядь, бесплатно, она, она 2 200 стоит, новая, то есть, блядь, на шару просто мне прислали цепь, 2 200 бесплатно, apprendre, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова